Перед тем, как мы отправимся с вами в новый выпуск и будем переезжать, я хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые нас поддержали, посмотрели предыдущий ролик, вникли в ситуацию, которая произошла с нашей камерой, а эту ситуацию вы увидите чуть позже в выпусках, и нас поддержали. Таких немало. Всеми донатами мы делимся в нашем телеграм-канале, так что обязательно подписывайтесь. Также хочу сказать спасибо тем, кто покупает наш авторский мерч. Это наши кружечки, наши футболочки. Вы также поддерживаете, приобретая наш авторский мерч. Но особо какашечным людям, конечно, хочется передать огромный привет. Без вас, естественно, никуда. Это ваш выбор жить и паразитировать. А кто не успел в прошлом выпуске нас поддержать, то здесь я оставлю QR-код. Там оставлю ссылку в описании номер карты. Нам осталось совсем чуть. И, скорее всего, на следующей неделе мы уже отправимся покупать новую камеру и будем снимать и еще лучше, и еще красочнее контент. Еще раз огромное спасибо, а теперь погнали в новый выпуск. Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Мы всегда на канале Семен на чемоданах. Мы в Паттайе, точнее мы сегодня... Либо в Паттайе. Мы сегодня в этом выпуске сюда переедем. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И ловите невероятный тайландский контент. Погнали. У нас утро начинается со сборки всех вещей, потому что у нас сегодня переезд. Единственное, что конкретно куда мы пока не знаем. Знаем, что это Паттайя. Но куда именно мы будем заселяться, мы не знаем. Есть несколько вариантов, сейчас чуть позже про них расскажу. А пока будем собирать вещи. Мы тут даже немножко перестановку сделали. Стол вообще стоял вот здесь. Надо тоже вернуть на место. Ну и все это дело упаковать в наши портфели. Вроде бы мы ничего дополнительного здесь не покупали. Но одна новая сумка у нас нарисовалась. А все потому, что мы же летели в кофтах, в джинсах. И плюс еще есть уже грязное белье. Мы упаковали все это дело в новую сумку. Ну это вообще всегда загадка. Вроде ничего не покупаешь, а сумок становится больше. Правда. Продолжение следует... Все, говорим этому вам дому, спасибо. Едем в другой, правда неизвестно еще в какой. Сейчас сдали уже ключи. В лобби сидим. Нужно вызвать такси. Вот. И поедем. Сейчас посмотрим, сколько будет стоить. Так, такси нам обойдется в 1247 бат. Уехать 150 километров 2 часа в пути. Я на днях смотрел такси. Было 1000. Ну короче, 1000 бат. Сейчас вот подороже. Наверное, потому что я смотрел выходной день, сейчас будний день. Ну ладно, найти водителя. И ищем. Вот, прямо возле нас, кстати, есть машина. Поедет он, интересно, или нет? Самое прикольное, что он выдает название машины. Вот можно принять, можно отклонить. Я вот не знаю, что за машины, вот эти велосы какие-то. Все, все грузятся. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давайте. Запрыгивайте. И все. И отправляемся в Паттайон. Мы выехали. У нас такая прикольная машина. Смотрите, какой интерьер розовых и бежевых тонав. А на крыше... А на крыше, значит, здесь вот купюры из различных стран. Вот есть турецкая, из того, что мы знаем. Морить канадская. В общем, Артемка говорит, когда едем, подарю ему эту же русскую купюру, пусть у него здесь будет. Мы второй раз двигаемся на такси и второй раз на автобане. И вот за автобан оплата с нас. Можно ехать обычными путями, но нет в этом смысла. Это долго будет с пробками, со светофорами. Поэтому лучше по платнику. Вот этот первый участок, сейчас мы на него заехали. Сразу, прям с района выскочили на автобан. 50 бат стоит. Мы доехали, нас высадили. Темка подарил русскую купюрку ему на потолок. Хотя мы нашли потом купюру. 50. Нас здесь встретил охранник, дал ключи. Мы сейчас можем посмотреть номер и понять, заедем мы или не заедем. Перед этим, как мы продолжим, хочу вас познакомить с очень важным человеком. Для тех, кто посещает наши стримы, уже слышали, что у меня большая судебная практика. Она связана не только с бизнесом, но и с бытовыми вопросами. Например, штраф с камеры. Из последнего, шлагбам на М1 ударил тогда по крыше нашей машины, помните? Тогда аж 3 целых суда я прошел. И было непросто. Так вот, многие люди живут и не знают свои права и не знают законов. Многие люди, думаю, что у нас в зрителях точно такие есть, кто-то по каким-то причинам набрал кредиты и сейчас платить не может. Ситуации, конечно, бывают разные. Можно идти очень сложным путем, стрессовать, играть в прятки и так далее. А лучше обратиться за помощью к грамотному человеку и списать все свои долги. Знакомьтесь, Булат. Он очень грамотный юрист, который разбирает каждый случай индивидуально и может списать долги даже без банкротства. Булат даже по ТВ выступал с этой темой. Вы должны подпадать под признаки неплатежеспособности. То есть, если простым языком, не юридическим, то вы должны доказать, что вы действительно не можете выполнять свои обязательства. И чтобы дать возможность каждому освободиться от бремени долгов и начать Новый год с чистого листа, Булат запускает розыгрыш бесплатного списания долгов. Для участия просто проходите по ссылке в описании. Одному из вас он спишет долги и кредит совершенно бесплатно. А если у вас есть вопросы к Булату, оставлю также ссылку на чат там в описании. Можете задавать совершенно любой вопрос, который у вас возникает. А вот теперь продолжаем дальше переезд. Так, у нас красота. У нас на самом деле есть бассейн. Так, этот комплекс немножко покажу. Точнее, не то, что у нас. Я так думаю, что у нас. Сейчас пойдем смотреть. Пока надо номер проверить сначала. Мы только вышли из лифта. Смотрите, какой вид на океан. Ну ладно, это я чуть позже вам покажу, сейчас не буду. Пойдем заселяться. Вот тут столики есть тоже с видом. Первым делом проверяем кондиционеры. Я просто смотрел у некоторых ребят, что нужно действительно проверять, чтобы дул холодным. Сейчас идем в магазин, смотримся здесь на районе. Потом, естественно, сделаю рум-тур. А еще расскажу про трудности аренды жилья здесь. Ну, вообще в Таиланде, наверное. В целом в Паттайе. А сначала давайте сходим вот сюда на беседочку. Видите, у нас здесь такая потрясающая терраса. Здесь же, кстати, можно... Анасен, это массажный кабинет. У нас вот здесь вот массажный кабинет. Есть здесь прачная, но нам не нужна. Ой, как жарко. Какие виды у нас на океан. Ой-ой-ой. А, вот здесь вот еще сверху у нас тоже какая-то терраса должна быть. А потом сходим. Да, вот эти роскошные комплексы, конечно, вообще потрясающие. Видите, как здорово. Видите, у нас теперь даже будут почти домашние питомцы. Вон, Мирошке нравится, рыбки плавают. Мирошке их кушать нельзя. А, там еще, кстати, рыбки. Два бассейна. Кстати, а нам хозяин еще написал, что здесь, оказывается, можно взять бесплатно велик в прокат. И также можно взять через него байк. 4 тысячи в месяц стоит взять байк. Посмотрим. Он говорит, новая модель. Не знаю, как у вас, но у нас скоро Новый год. Самое главное, что просторная квартира, это самое главное. И вообще здесь целая история снять двухкомнатные квартиры. Потому что в основном это однокомнатная история и студия. Вот с ними вообще нет никаких проблем. Но у нас семья большая, соответственно, нам нужно пространство. И в этой квартире этого пространства на самом деле много. Сейчас, чуть позже, вам все покажу. Пока идем в Северный Леном. Здесь, вон, куча всяких различных заведений. Даже есть прямо вообще местные чифаньки. Там, кстати, тоже много наших сидит. Смотрите, какая гостишка. И как много проводов. А вот магазин, да, сыночек. Все правильно, все правильно. Так, здесь, кстати, вот есть даже и рынки. Можно сразу что-то купить из овощей и фруктов. У нас куча моментов, которые нам нужно купить. Начиная от Доместаса, мыльно-рыльного. Все, мы тут на месяц застреваем. Поэтому нужно немножко подкупить всяких интересных моментов. Купили. Толком ничего на самом деле не купили. Но отлетела котлета о-го-го. Сейчас чуть позже вам покажу. Я хочу посмотреть здесь вот по ценам. Здесь, вон, видите, всякие фрукты. Hello. Вот, арбузик 50. Не знаю, возьмем какие-нибудь фрукты, Настен? Веники какие-то висят. Еще что-то. Вот в вакуумной упаковке. Что-нибудь возьмем? Может, арбузик, Настен, нет? Так, здесь еще вот что-то есть. Что, пацаны, хотите? Манго. Все, уже, правда, в упаковках. Мне не совсем нравится. Морковка две штучки. 40 бат, прикиньте. 42. Мы взяли манго, мандаринчики в подарок положили, папайю, и все, да? Угу. 170 бат, это все вышло. Пока нет никакого понимания, как здесь правильно питаться, где брать картошку, где брать свежее мясо, чтобы кушать, ну, нашу привычную. Мы в Бангкоке-то еще в кафешках только питались, получается. Здесь не совсем этого хочется делать. Вот, надо что-то придумать. Ну, здесь есть рядом рынок ночной. Сходим туда, посмотрим. Вот, надо, конечно, прицениться, потому что пока что-то выходит ого-го. Сейчас вот я разложу корзину, покажу, что мы взяли. Мне кажется, вы тоже обалдеете. По сути, ты ничего не взяли. Мне кажется, это то, что химия на Сен. Ну, да, нет, это да, понятно. Но у нас еще, видишь, все быстрого такого, сказать, как это... Еду мы взяли быструю, да. Да, которую погреть можно просто сейчас. У них просто типа такой а-ля тренд. У них на прилавках продается просто готовая еда. Ты покупаешь, просто подогреваешь, и дальше идешь. И все как бы ее покупают. Но опять-таки, да, одно дело ты один, другое дело у тебя дети, и хочется свое что-то готовить. Свежее хочется, да, конечно. Да. Когда я в кучу сейчас времени мало готовить. Ну, на самом деле, так всегда. Как только ты куда-то переезжаешь, ты пока освоишься. Да, это уже такая схема уже у нас понятная для нас. Мы уже даже не расстраиваемся по этому поводу. Мы привыкли, что ты пока приезжаешь, ты однозначно везде переплачиваешь. Но вот опять-таки, да, что касается квартиры, да, пока идем, я вам расскажу. Ну, смысл в чем-то, что можно искать везде, как на фейсбуке, на маркетплейсе, там можно прицениться, мы так и делали. Но сейчас сезон начинается, ценники заряжают высокие, наши соотечественники в телеграм-каналах, так они вообще там лупят цены, берут там два депозита, три депозита и так далее и тому подобное. Очень выгодно снимать на долгосрок. У нас, конечно, проблема, что нам нужно только на месяц в этих краях жилье, поэтому нам особо не надо. Если заключать, например, контракт на год, то ценники нормальные, реально нормальные, но опять-таки, нам на год просто не надо. Кто-то, по-моему, пересдает контракты и так далее, и так далее, но в общем и целом жилье все равно стоит прилично. Но нам важно было найти жилье без депозита, это прям важно, потому что депозиты, как правило, не возвращаются, найдут за что вычесть. И плюс отдавать вообще, ну, в любом случае, два платежа. Сейчас средняя цена за ту бедрум это 30 тысяч бат. Вот представляете, если вам надо один платеж и один депозит, это уже 60 тысяч бат. Ну, приличная сумма получается. Поэтому нам, как всегда, повезло, мы без депозита. Здесь, конечно, все русифицировано, очень удобно. Вот буклетики просто висят на заборе. Родик, покажи, пожалуйста. Видите, просто карта Паттайи, фрукты, овощи и все информация на русском. Да, это, конечно, очень удобно. Так, кстати, наш райончик, точнее, наш жилой комплекс. Вот мы уже и пришли, тут вообще в любой магазин ходи. Район мы выбрали Джамтиен, он называется, пляж Джамтиен. То есть сейчас, наверное, покушаем, пойдем все-таки сходим к морю. Здесь лифты, плюс-минус напоминают грузинские. Нажимаешь кнопку, обязательно прикладываешь магнитик, и только тогда он едет. Вот, получается, это наш первый поход вообще в магазин. Что мы купили? Воду, я не знаю, сколько здесь литров, но больше пяти. Хлеб, с хлебом какие-то прям напряги у них, его нет. Вот такая готовая киша, три набора. Губка, это что такое, шампунь. Да, мирошки взяли, игрушки ходить на пляж. Дальше порошок постираться, черрики, губка, мыло. Мирошки не взяли, мирошка себе каждый день в магазинах берет что-то. Это тоже какой-то перекус, какой-то ролл салфилки. Это кальмарчики какие-то. Один с рыбкой я взяла, один это я хочу, что-то такое. Еще губка, еще кальмарчики. Но единственное, что здесь пиво можно купить только с пяти до нуля, и еще там пару часов утром, а сейчас нельзя. Вот еще огурчики. Взяли сосиски к яйцам на утро. И еще вот моя еда, зубная паста, это для сантехники и яйца. И вот эта вот вся корзина продуктовая, и не только, нам обошлась в 1143 бада, представляете? Сейчас по сути курс-то 2,5, но можно умножать смело на 3, плюс есть комиссии и так далее, и так далее, невыгодный курс. Вот, поэтому здесь вот конвертацию сделайте, пишите свое мнение. Вот готовая еда выглядит вот так. Вот порция макароны, сосиски, грибы и какой-то соус. Ну привет, мы скучали. Вот эти вот белые манго, безумно вкусные. Решили мы сразу же подняться на крышу. Такие виды, такие виды, правда вот. Могли бы здесь и бассейн поставить, ну да ладно. Смотрите, панорамные просто красоты. Да, здесь можно было бассейн поставить. Там океан, здесь океан. Острова, не знаю, что за остров там вдалеке, но какой-то остров. Небоскребы, небоскребы, небоскребы. Там вон снова остров. Слушайте, ну вид, конечно, чума. И тут, кстати, терраса, которая видна из нашего окошка. Вот у нас до пляжа вот прям вышел, либо вот сюда пошел, вот у нас тут пляж. Либо вот сюда можно на пляж идти. Шикарно. Вот пляж прям. Ну пойдемте. Сейчас посмотрим, за сколько мы дойдем. Мы уже идем по этой улице. Просто вниз, просто вниз. Но отсюда оно уже виднеется. Метров что-то 350 я смотрел. Мирошка, держись. Есть огромный плюс, что можно ходить спокойно с колясками. Я даже сначала подумал, что это чисто в Бангкоке так тротуары есть. Нет, в Паттайе тоже есть. Вот вышел из комплекса, и вот у тебя всякие заведения, кафешечки, свежевыжатые соки, массажные салоны. Ну посмотрите, какая красота. Все, что хочешь, сразу есть. Четко заселились, а? Скажите же. Хочу мексиканское, а тут мне, кстати, есть. Да. Ресторанчик, тебя не жипать. Шишки. Вот так выглядят прачки, куча машинок. Пришел, постирал, но опять повторюсь, нам повезло, у нас теперь своя стиральная машина есть. Чекпоинт Фудкорт. Здесь же, кстати, вот еще магазин-супермаркет. Мы, кстати, в него ни разу не ходили. С этой стороны был опять вон 7-11 достаточно большой. Шалуфу продают, вот, пожалуйста. 60. Чикин-кебаб. 60. Бас. Да. Ну и вот, пожалуйста, пляж-море. Вот наша улица уходит вон туда. И мы дошли за 6 минут. Очень таким вот нерасторопным шагом. Мне кажется, вообще супер. Здравствуй, море. Давно не виделись. Класс. Вот спуск для колясок. Там, кстати, парк. Можно гулять. Есть лежачки. Вот, все купаются. Можно заныривать спокойно. Ну, конечно же, мы занырнем. Как вообще ни это не сделать, а? Ой, шикарно. Ну, а здесь, в Паттайе, здесь не увидишь какой-то там лазурной водички. Вот это вот, знаете, как в фильмах. Нет, это как раз нужно куда-то на острова двигать. Здесь ходит водная маршрутка. Мы обязательно тоже доедем. Но можно, в принципе, и пока тут покупаться. Вот он парк. Пожалуйста. Можно здесь погулять. Деревья красивые. Либо идти на сам пляж. Пляж здесь, кстати, мелкая ракушка. Ну вот, люди купаются. Ну, немного, конечно, людей, но тем не менее. Ну, что? Ну, город, что ты хотел-то? Ну, здесь такая вода, она. Да, она не снизит раздачная, я не вспомню. Конечно. Она Азовское море. Но теплое. Все купаются. Мы в Паттайе, уже вы все поняли про это, пришли к морю. Вот где-то там, если я правильно компа свой настроил, находится Петербург, Санкт-Петербург. И именно там живет наша прекрасная зрительница Ольга Питер. Мы вам передаем огромнейший привет. Передаем вам спасибо за постоянную поддержку. Куда-то туда, и вам в Питер летит пламенный привет. Ну, а где-то там, далеко-далеко находится Пермский край, где живет наша подписчица Елена Орлова, которую мы очень любим, которая всегда нас поддержит. Мы передаем вам огромный привет из Паттайи. Спасибо вам за поддержку. Спасибо, что смотрите, поддерживаете нас. Привет! Самый довольный человек – это Мирошка. Распространяется. Все, ему купили игрушки, и он просто счастлив. Да, а мы идем купаться. Мы просто словно в Майами, смотрите. Там высотки, высотки, высотки. И тут океан. Ну, почти Майами. Почти даже звучит, да? Майами, Паттайя. Не любите ли я городские пляжи, честно говоря. Мне так сложно заходить в море, где город. Я люблю вот. Ну, люди кайфуют. Слушай, вон на матрасе. Нет, лучше, конечно, понятное дело, в деревне купаться. Да, даже вот где-нибудь в каком-нибудь профиле. Ну, вода за тебя теплая, прекрасная, классная, но мутная, блин. Да, да, там мутная. Ой, ой. Ничего. Это водоросли, Настен, это просто водоросли. Вот если вот так вот присматриваться, то это, ну, это вот как бы стружка от водорослей. Такое, Анапа. Ну, нырять даже нет смысла, потому что я стою, моих ног вообще не видно. Но окунемся. Ну, здесь вот вода пахнет прям это, тиной. Тиной, рыбой, ага. Ой, надо будет ехать купаться в любом случае куда-то подальше. Ну, посмотрим, что мы здесь первый день осмотримся еще. Ой. А я, кстати, даже нырнул. Вон туда подальше отплываешь, и там как бы нормальная уже вода. Но он не прозрачный, но нормально, по крайней мере, как тины нет. Вот так выглядит береговая линия. Лежачки, зонтики, песочек. Ну, здорово. Вон там, когда отплываешь, там такой вид открывается. Эти все небоскребы, такие горы. На пляже продают всякие надувашки, пончики носят. Ну, как везде, наверное, на любом курорте. Здорово. Идем обратно. Паттайя начала жить вечерней жизнью. Все зажглось, людей все больше и больше. Вот так выглядит в Паттайе ночной рынок. Куча всего здесь, кстати, удивила. Огромная детская площадка. Здесь можно детей даже запустить и пойти тусоваться. Чего только нету. Прикольно. Вон кепочки, панамочки. Да пойдем, Темик, пойдем. Ну и плавно с вещевого мы попадаем уже на фудкорт, где даже есть сцены, видимо, есть тусовки прикольные. Здесь, конечно, круто. Даже многие продавцы вообще говорят на русском, но это наши соотечественники. Все написано на русском даже. Вон гигантское жареное мороженое. Добро пожаловать в холод и так далее, так далее. Заказывали с Темкой шашлычок куриный. Взяли еще там ям, его там сразу ставят, жарят. Конечно, очень удобно сюда приходить ужинать. Еще набрали вон картошки. Вот там многие в палатках. На русский даже написано. Мы очень быстренько с темиком пробежались по рынку, купили там поесть и так далее досконально. Потом покажу этот рынок уже в одном из следующих роликов, когда мы всей семьей туда пойдем, поужинаем и проникнемся этой потрясающей атмосферой. Но в следующем выпуске... И вот еще хочется сказать по поводу жилья. Настолько круто мы его сняли. Вот у нас до моря 6 минут, до рынка буквально 3 минуты. Вся цивилизация, банкоматы, обменники, все здесь есть. Магазины, салонелавины, кафе. Да, 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 вот прям вообще все в шаговой доступности, что очень важно. Ну а сейчас пойдемте, буду делать вам уже непосредственно рум-тур, квартиры. А, кстати, у нас еще интернет, прикиньте, настолько скоростной. Вот я сейчас показываю скорость, я такого не видел никогда. Ну вот, вот это там ям, а не тот мы ели, в Бангкоке мы ели. Смотрите, какие куски мяса. Вон, целый осьминог тебе тут плавает просто. Понимаете? Во. Вот это да. Вообще супер. Вот это я понимаю. Все, нам приятного аппетита. Вот уже все сели, кушают. Пацаны, шашлаки наяривают. Шашлычки наяривают, ага. Ну что же, друзья, давайте сделаем рум-тур теперь номера. Welcome. Это у нас входная дверь. И у нас сразу начинается, получается, только вошел и сразу же кухня. На кухне у нас индукционочка. Есть стиральная машина, что мы очень хотели, чтобы у нас была своя стиралка. Кухня, вытяжка, посуда, бокальчики, раковина. Посуда, в принципе, вот тоже все есть. Вон, большая для нас тоже, кстати, есть. Дальше у нас, смотрите, холодильник. В принципе, хороший. Но у Фросс все дела. Здесь столешница, кстати, ее можно поставить. Как островок она будет стоять. Такую перестановку под себя сделать. Кофе-машина, что, конечно, не может не радовать. Электрический чайник, рисоварка, микроволновка. Это, кстати, должна встраиваться куда-то. Тостер есть. Есть даже блендер. Есть питьевая вода. Еще вот есть такой и вот такой вот. В общем, слушайте, ну много всего. Здесь всякие полотенчики. Здесь непонятно что. А, вот еще посуду у нас. Так, здесь у нас... Ага. Здесь вот, видите, как я вошел, получается. Здесь сразу же у нас большой стол. Четыре стула. Но я думаю, нам хватит. Далее у нас в центре стоит такой большой диван. Интересный стиль такой, балийский, да, назовем его так. Здесь маска чья-то. Фонарики, картины. Парни уже залипли здесь на кресле. Огромная плазма. Детский столик, кстати, мы даже не заметили сразу. И он вот так вот разбирается с ящиками для лего. Это, конечно, забота о детях. Это наш балкон. Дальше сейчас покажу вам. Балкон, конечно, опасный. Можно встать на стул и нахрен оттуда вывалиться. Надо будет следить. Здесь у нас небоскребы. Это общая терраса, где можно также завтракать. Но представьте, у нас какой здесь вид на океан. Великолепно. Мы живем буквально тут вот в двух шагах от моря будем жить. Также вид на бассейн. Можно контролировать детей. Супер. И вон там вот еще на восьмом этаже тоже есть большая терраса. Чуть позже поднимемся. Так, дальше. Следующая комната. Это будет, скорее всего, детская. Здесь есть даже беговая дорожка. Опять-таки стол. Почти панорамное остекление. Огромный-огромный шкаф. Но мне кажется, прям вообще супер на самом деле. Дальше. Идем в следующую комнату. Да, большая квартира. Получается как будто бы трешка. Заходи на стенку. Здесь ты большая. Нельзя, он закрыл, ругается. А, сейчас, Мирошка, сейчас я можно зайду? Папа, поснимай. Это твой дом. Все, хорошо. Я сюда зайду и поснимаю. Ладно, окей. Он меня не пускает. Так. Тогда пойдем с другой стороны. Здесь туалет, душевая кабина, хорошая сантехника. Вот, пожалуйста, все чистенько, аккуратненько. И заходим опять-таки в эту же комнату. Здесь также стоит кондиционер. Все дует на холод хорошо. Огромная плазма. Есть еще один столик, светильник, белые стены. Это прям огромный плюс. Сразу дает еще большего простора. Так. И у нас есть еще шкаф и сейф. Вот. Мирошка вот всех выгоняет. Не закрывай, сыночек. Так. Вот такая квартира. По цене. По цене такая квартира нам обошлась. Внимание. Внимание. Тысяча долларов за месяц. Вы знаете, без депозитов, без всякой мишуры, которую накидывают различные всякие риелторы. Осталось только сейчас ее заплатить. Мы ее через сервис будем бронировать. Здесь еще на всех окнах есть москитные сетки. То есть можно просто полностью открыть балкон и закрыться сетками. И будет продувать. Это как бы очень большой плюс. Все. Остается только подтвердить и оплатить. До 15 декабря здесь будем жить. Вам подъезды убираются, моют полы. Ну и за комплексом следят. Вообще, я изначально гуглил этот комплекс, читал про него отзывы. У него 4,5 звезды. В принципе, ну, 98% отзывов положительно. Это хорошо. Ну все, друзья мои. Все оплачено. Супер. Живем здесь месяц. Будем показывать Паттайю и окрестности. Так что обязательно, ребятки, подпишитесь на канал, если что-то не сделано. Впереди крутая зимовка. Ой. Супер. Лайкосик поставьте. Комментарии пишите. Репостики сделайте. Про телеграм-канал не забывайте. Все важные и нужные ссылки есть там в описании. Пока.